Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Егора и Киры. Тот, кто не смотрел нас в предыдущие дни, мы скажем, что находимся мы в стране безопасности. Здесь мы учимся простым правилам безопасного поведения и соревнуемся, кроме всего прочего. Наше первое испытание, ребята, как и в предыдущие дни, будет на скорость, сообразительность и на знания. У каждого из вас на стенде, ребята, расположены по три картинки. Это на них изображены ситуации, опасные ситуации, в которых может оказаться каждый человек. А вот на этих картинках изображены номера телефонов, служб спасения. Вам необходимо будет возле картинки расположить правильный номер телефона, куда нужно звонить в случае вот такой опасной ситуации. 101, 102, 103. Каждый правильный ответ стоит две фишки. Если справитесь быстрее соперника, то получите три. Все понятно? Задание на скорость. Поэтому берите карточки в руки и отправляйтесь каждый к своему стенду. Прикрепляйте к нужной картинке нужный номер телефона. Кира, мы не подсматриваем у Егора, самостоятельно думаем, вспоминаем. То, что вы уже знаете, что рассказывала тетя Маша, много чего вам рассказала. Так, на первой картинке у Киры у тебя, видно, зайчик приболел. Доктор к нему пришел. Вызвали доктора. По какому номеру нужно это делать? Не смотрим у Егора. Самостоятельно. Вор вскрывает замок. И третья картинка. Пожар начинается в квартире. Думайте, куда же нам звонить в таких ситуациях? По каким номерам? Вот, я вижу, Егорушка справился. Егор получит уже фишку за скорость, потому что справился быстрее. Но нам нужно... Это правильно? Сейчас будем оценивать, как закончит Кира. Выполнять это задание тогда и будем уже оценивать. Итак, давайте, присаживайтесь. Итак, Кирин стенд. Зайчик приболел. Правильно, Кир. Врача мы вызываем по номеру 103. Правильно. Вор вскрывает замок. Это нам нужно звонить в какую службу? Куда? В милицию. Правда? По номеру 102. Правильно ты расположила. И третья картинка. Пожар номер 101. Абсолютно верно. Все ответы. У Егора тоже пожар 101. Вор милиция 102. И приболел зайчик. Скорая помощь 103. Ребята, вы большие молодцы. Я очень рада, что вы нужные номера помните и наизусть. Очень хорошо. Егор справился быстрее. Значит, одна фишка тебе за скорость, за правильные ответы. Егор, твои 6. Держи, пожалуйста. Коробочку. И Кирочке 6. Кирюш, держи свои. Это 2. Это 4. И это 6. Молодцы. Очень хорошо. Итак, ребята, еще раз вам и нашим маленьким телезрителям я повторю, что эти номера телефонов нужно обязательно помнить наизусть. Потому что, ребята, в жизни бывают такие ситуации, когда только от одного звонка зависит жизнь и здоровье человека. Договорились? Запоминаем эти номера телефоном наизусть. Ребята, мы с вами уже начали говорить о номерах телефонов служб спасения. И прямо сейчас на связи уже наш эксперт по пожарной безопасности Мария Александровна. Ваше внимание на экран обращаю. Ребята, привет. 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 Мы с вами уже не раз говорили о том, куда и по каким номерам нужно звонить в различных ситуациях. А сегодня мы поговорим об известных нам номерах экстренных служб 101 и 112. Ребята, как вы думаете, в каких ситуациях надо звонить по этим номерам телефона? Итак, ребята, по этим номерам телефона 101 и 112, в каких случаях можно звонить, как думаете? Когда случился пожар. Так, хорошо, как вариант, да. Но давайте послушаем еще тетю Машу, в каких случаях еще можно звонить. Ребята, помните, 101 и 112 – это номера экстренных оперативных служб. Обращайтесь по ним только за помощью. Ребята, помните. Использование номеров телефона экстренных служб не по назначению или ради шутки никогда не остается безнаказанным. На это есть свои причины. Если вы позвонили спасателям и сказали, что в школе пожар только ради того, чтобы не писать диктант, знайте, в это время кому-то на самом деле может понадобиться помощь. Но пожарная машина, конечно же, поедет в школу. Так что из-за таких шуток другой человек может серьезно пострадать или даже погибнуть. Именно поэтому ложный вызов спасательных служб, милиции и скорой помощи влечет за собой очень серьезные последствия. Я надеюсь, что вы так поступать никогда не будете и не допустите, чтобы так поступали в вашем присутствии. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребята, вот и подошло время нашего финального конкурса на сегодня. Уже совсем скоро, буквально завтра мы с вами узнаем, кто станет победителем. Ну а сегодня еще есть у вас возможность заработать дополнительные фишки. Наш конкурс называется «Хороший-плохой ребенок». Суть его такова. Я буду вам читать предложение, а вы должны будете мне ответить. Так поступают хорошие дети или плохие? Если так поступают хорошие дети, то вам необходимо будет руки поднять вверх. А если так поступают плохие, то нужно будет обе руки спрятать за спину. Чтобы легче было выполнять это задание, я предлагаю вам встать. Поднимайтесь. Ребята, правильный и быстрый ответ будет стоить три фишки. Если ответ будет просто правильным, то он будет стоить две фишки. Ну что, начинаем? Первое предложение и сразу же реакция. На скорость не забывайте. Я буду смотреть, кто ответит быстрее. Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? Правильно, шалит с огнем ни в какое время суток нельзя. Так, Егор ответил и Кира ответили правильно. Но Егор ответил быстрее, поэтому три фишки Егору. Я потом положу Егорушка в стой на своем месте и Кирочке две за правильный ответ. Второе предложение. Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? Правильно, нужно поднимать. Ручки вверх, потому что так поступают хорошие дети. Ответили вы одновременно правильно, поэтому каждому по две фишки. Потому что скорость у вас была, скажем, так себе. По две фишки. За скорость никому не дам. Итак, третье, третье предложение. Кто из вас, заметив дым, закричит, пожар, горим? Правильно, правильно. Так поступают хорошие дети. Когда мы видим пожар, мы обязательно должны об этом сообщить всем, кому возможно. Хорошо. Егору три фишки за правильный ответ и за быстрый ответ. И Кирушке за правильный ответ две фишки. Хорошо, ребята. Следующее предложение. Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? Так поступают дети, хорошие дети. Когда они прячут спички, не дают в руки младшей. Если мы дадим в руки спички младшей сестричке, знаете, что может произойти? Ого, пожар может случиться. Так что фишки у меня, а вы ответили неправильно. Надо было руки поднять вверх. Спички нужно прятать от детей. Следующее предложение. Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том. Хорошо, правильно ответили. Егор был на долю секундочки быстрее Киры. Поэтому ему три фишки, а Кирочке две фишки. Так, и последний вопрос. Слушайте внимательно. Кто костров не разжигает и другим не разрешает? Ребят, в этом случае вы все-таки ошиблись. Потому что не разжигают костров и не разрешают другим хорошие дети. Так что фишки я оставляю у себя. А вы присаживайтесь, пожалуйста. Итак, ребята, последний конкурс на сегодня закончился. Поэтому давайте считать, сколько фишек вы сегодня заработали в третий конкурсный день. У меня четырнадцать. Хорошо, молодец, Кирюша. Ты очень быстро посчитала. Егор, тебя ждем. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, восемнадцать. На четыре фишки сегодня у Егора больше. Ребята, но еще выводы нам делать рано, потому что завтра в финал там ставки значительно вырастут. И именно завтра мы определим, кто станет победителем. А на сегодня все. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова